Речь идет о попытке физического объяснения эксперимента одного из групп экспериментов Николая Козырева. В чем состоит эксперимент? Эксперимент состоит в следующем. Берем специальный телескоп. Специальность его состоит только в том, что он, несмотря на движение Земли, позволяет все время наблюдать одну и ту же точку пространства. Его почему-то в последнее время, но таких телескопов много, Козырев работал на одном в Храмской обсерватории, и люди почему-то называют телескопом Козырева. Ничего подобного, просто обычный телескоп, движение которого так синхронизировано с движением Земли, что мы наблюдаем на одну и ту же точку. Козырев предложил некоторую серию экспериментов. Во-первых, что необычного, мы закрываем отверстие входного телескопа листом черной бумаги. Закрыли бумагой и закрыли. У нас там остаются некоторые вот эти алюминиевые зеркала, на которых построен телескоп, и они могут что-то там фокусировать. Вот, и они начинают это дело фокусировать. Фокусировать мы можем это на маятник накрутильный, накрутильные весы. Мы можем на мост специальный, на одной из резисторов моста, состоящих из щитовых резисторов, на него фокусировать. Тот поток, который идет через закрытое окошко. Мы можем, кроме того, это уже не сам Козырев дело, делать на популяцию бактерий каких-нибудь. И смотреть, что у нас получится. Значит, удалось тут же быстро обнаружить удивительную вещь совершенно. Мы знаем, что свет от нас идет долго-долго-долго от звезд. И пока он идет, вот она была звезда. Звезда переместилась в совершенно другое место. А здесь стоит наш телескоп вот этот, с закрытым черным окошком. Вот такой он там стоит и смотрит. Мы его, если бы смотрели свет, мы бы видели его вот здесь, в эту планету. Но мы, поскольку знаем, в какой скорости звезда у нас движется, можем понять, что за это время, пока он пройдет, за время Т, вот оно время Т, пока свет проходит, оно переместится вот в эту область пространства. Да? В эту область пространства она перемещается. Тогда мы вот этот телескоп наводим на эту точку и начинаем ожидать какого-нибудь эффекта. Если бы у нас было чисто оптическое световое излучение, никакого бы эффекта не было. У нас здесь его не может быть, поскольку у нас телескоп закрыт куском то ли черной материи, то ли черной ткани, то ли еще либо. На самом деле, при продвижении, при изменении угла вот этого телескопа на месте настоящего положения звезды, козырь видит всплеск. Всплеск это происходит либо по изменению сопротивления резистора, который вам дали, либо, что другое изменение в момент, так скажем, культивных весов. И какие там еще остальные эффекты. Таким образом, ты изучаешь большое количество звезд и видишь, что у тебя всплеск происходит всегда в их настоящем положении. Интересно, что и в старом положении всплеск тоже есть. Он слабенький. То есть, если ты смотришь от этого положения, здесь всплеск действительный, а здесь его в том положении, в котором, в кажущем себе приложении, поскольку планета уже ушла, здесь всплеск меньше. Но самое, что поразительное в экспериментах Козырева, что Козырев никак из своей причины механики объяснить не мог, что оно проходит на это же самое расстояние. Вот здесь вот такое расстояние, допустим, L, и здесь расстояние L. Оно здесь воспринимается как в углах. Когда оно сюда проходит, здесь у нас оказывается другое положение. Мы видим здесь тоже всплеск. И мы этот всплеск тоже фиксируем. Интересно, что он такой же, как вот этот первый. Получается странная картинка. Вот я ее нарисую. Получается чрезвычайно странная картинка, что мы видим положение звезды в трех различных точках. Первая точка – та точка, в которой кажущаяся там, где она была. Потом настоящая, в которой в этот момент времени мы свет не видим. У нас это пустое пространство. Потому что свет оттуда не хотел дойти. Но она там находится, мы имеем этот спец. И третья точка – это точка так называемого предполагаемого будущего. Значит, насколько… Ну, разумеется, все это первое впечатление, когда люди с этим столкнулись, что это полная чушь. Что такого быть не может. Какой телескоп? Какая черная ткань, черная бумага? Какие всплески в будущем и прочее? Однако, хочется заметить, что с того времени, с появлением вот этих предельских работ Николая Козырева, было приведено большое количество экспериментов и большим количеством участников. Часть из этих статей, например, освещена именем Михаила Лаврентьева, это известный математик, глава Сибирского отделения Академии Номок, но больше не меньше. То есть он там среди первых, среди стритца авторов. Что они, как они обогатили? Они брали в форфирках нашу колю любимую, нашу палочку, и смотрели скорость ее размножения. И видели только три таких всплеска. Что интересно, например, группа авторов изучает четыре звезды. Ой, пять звезд. Для четырех звезд такая вещь соблюдается, а для пятой такой звезды почему-то нет. Пятая звезда. И так далее. Кроме того, закрытым таким телескопом пытались сканировать пространство и находили много количества таких всплесков. То есть есть какие-то эти штуки. Очевидно, что речь идет, таким образом, о каком-то взаимодействии. Ну, потому что все-таки есть телескоп, что-то туда светит, что-то проходит сквозь бумагу, что-то фокусируется алюминиевыми стеклами. Алюминиевыми гензинами. Что-то фокусируется. Очевидно, кроме того, поскольку мы видим настоящее положение звезды, скорость этого взаимодействия, ну, бесконечна практически. Гораздо выше скорости света. Казалось бы, у нас есть специальная теория относительности. И специальная теория относительности говорит, что такого быть не может. Но хочется заметить, что такого быть не может только в Эйнштейновской формулировке. Когда мы помним, независимость скорости света от наблюдателя, например, приводила вот к этим Эйнштейновским часам, когда у тебя луч бегает с светом, и таким образом ты измеряешь время, допустим. Или измеряешь пространство, там тоже все это вещи. Есть другое понимание о преобразовании Лоренса, которое возникает из простой вещи, что у нас есть система электродинамики и уравнения Максула, и это система невариантно относительно глинию преобразования. Но с другой стороны, она вариантно относительно преобразования в специальную визию, которое называется Лоренцевским образованием. Мы видим, что мы получаем Лоренские преобразования, но вам для этого совершенно не надо кипотезе о том, что у нас скорость света является максимальной скоростью света во Вселенной. Но тем не менее, раз мы этот грандиозный уже результат получили, грандиозный результат получили, и мы имеем большое количество других повторных экспериментов по этому поводу, нам надо постараться понять, как решить эту задачку с точки зрения физики. Понятно, позиция современной науки. Первоначально Козырев это опубликовал, шум, гам, добыть такого не может, мы сейчас это опровергнули. После этого идет нормальная ситуация для науки, глухого молчания. Ты публикуешь новую статью в не очень популярном журнале, я смотрю это, думаю таким образом, что ты в аудитории типа испортил воздух внезапно. Неудобно, неприлично об этом говорить. Необычно, неприлично об этом говорить. Давайте, я постараюсь предложить некоторые решения, по сравнению с тем, что нам Александр рассказал на основании его, чтобы эту задачку каким-то образом решить. Отметим, что у нас в этой задачке есть. Ну, в этой задачке у нас есть вот это самое характерное время Т. Время Т, на которое берется вот это расстояние L, да, и скорость света, и она тогда у нас получается, что L делим на скорость света, и получаем характерное время вот это Т. большой, 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 вот это самое Т, по которому стоит, потому что все вот это, вот это расстояние, например, оно будет V на T на скорость света, и это будет тоже временно V на T. Постараемся понять, что такое распределенная система во времени. Хочу сразу же заметить одно из забавных вещей, про которое говорил Козырев в терминологии Александра Балдачева, значит, она будет звучать так, что звезды это живые. Почему они живые? Ну, во-первых, когда он вышел из лагеря, Козырев вот так сидел, он написал статью, по которой записывал Дорусский консердар, что он показал, что звезда, тогдашнего его понимания термоядерных и ядерных реакций, очень быстро теряет вещество, и за какой-то очень короткий срок времени перестает существовать. Это вот это. Это и результаты... Согласно классическим представлениям? Нет, это вот почему. Нет, согласно классическим. То есть, если рассчитать, то есть, там эффект такой, что если термояд, то он не может долго поддерживать звезду. Значит, что-то не термояд тоже. Да, ну, простите меня, сам по себе термояд, это не нечто классическое. Нет, не классическое, нет, не ньютонское. Да, не ньютонское, наверное. Да, да. Ну, вот на том смысле, современное, да, не козыревское. И он начинает перестает поддерживать звезду. Таким вот, вот такая у нас картинка образуется. Сейчас еще не ясно термояд или нет, потому что никак в нейтрин не мог поймать в нужном количестве. Ну, вот на самом деле, в прошлом году поймали в нужном количестве, и так как нужно, и вроде бы, я это с работы не знаком, посмотрел, я разинтересовался нейтрино, и вроде бы природу нейтринных осцилляций, ну, вот на этом основании, там считается, что нейтрин, когда идут от звезды, они превращаются в другие типы нейтрин. И, наконец, удалось поставить эксперимент, который показывает, что раньше нейтрино явно не хватало, а теперь они объясняют эту вот нехватку, нейтринных осцилляций. Они научились просто весь спектр нейтрин на ловить, и вот такое. То есть, как бы, вот по поводу этого есть. В этом надо разбираться, потому что я сам этой работы козыреву не читал, и говорить я не буду. Нам очень важно понимать, что это, что у него и была такая гипотеза, что это то место, где как бы рождается практически все жилое, что называется. То есть, то, что дарут всему жизни не только сверху, после света, но и то, что там, что происходит реакция, скажем, с обращением на терапию, что-нибудь еще. Он сам полагал так поэтично, что именно там происходит, что они рождают новую жизнь, или что-то как бы из потока времени, из самого потока света. Там именно эта логика и была, что звезды излучают поток времени, а живые организмы это именно то, что существует на времени и во времени, и только это позволяет, все преобразования идут за счет либо поглощения, либо излучения времени. Да, это так. Значит, ну что важно, что он создал некоторую причинную механику, но для него проявление вот такого объекта в будущем оказывалось невозможным. Объяснить его было нельзя. Теперь постараемся понять вот эту самую звезду как некоторые объекты, распределенные по времени. Мы попытаемся понять, что это означает. Это означает, что он у тебя не только вот так идет по оси вот так, а он движется вот таким концом. У него есть передний фронт и задний перед фронт по времени. Мы всякий раз находимся в его середине. Мы в его середине. Очень важно наблюдать, каким образом время вот этого самого пакета соответствующей звезде, каким образом его можно попытаться оценить. А можно только тем путем оценить. Все-таки, мы считаем, что это был прав, что с светом действительно можно мерить время. Время ведь можно, наверное, если интуиция такая. То, по всей видимости, вот этот пакет вот у нас он будет равняться вот этому моменту. Тогда, когда мы посмотрим на эту картину, мы постараемся совместить две вещи. Первое. Представление о любом объекте как-то и паральном, то есть распределенном во времени, с тем, что намерет передний фронт во времени и задний фронт во времени. Тогда очень интересно посмотреть, какое будет событие. Но самое главное событие, вот это наша хрональная точка, вот она есть. Мы этот большой вспыль и видим по центру. Теперь задний фронт. Где задний фронт будет в тот момент, если у нас действительно есть гипотеза бесконечной, некоторое излучение, распространяющуюся бесконечной скоростью. А она будет в том месте, где мы его как бы видим. Да? Скорость света дул. Где мы, где света, когда мы его видим. Вот именно вот в этой точке. В этой точке. Вот оно будет. Это его задний фронт. То есть, грубо говоря, у нас объекта сам прошел, объекта уже здесь. Но задний фронт его находится. Именно в той точке, в которой он когда-то находился. Вот в этой, в этой самой точке. В которой нам кажется видимое положение звезды. Тогда интересно посчитать из этих представлений, где же у нас находится передний фронт. А передний фронт у нас находится ровно. Если у нас картинка эта симметрична, то это находится тоже на самом расстоянии Т. Вот оно здесь впереди находится. Это его передний фронт. Он пришел к нам из будущего. И послал нам таким образом сигнал. У нас возникает замечательная красивая картинка. Если мы понимаем звезду, и как любой космический объект, который находится очень далеко от нас, как объект, распространенный по времени, мы понимаем, что это есть пакет, у которого есть передний и задний фронт. Задний фронт его дает нам координаты кажущего положения звезды. Передний вот его будущего тоже кажущегося. А центральный его пакет, вот это Балдачевское хрональное время, дает нам самый большой сплеск по центру. Это вот то, где звезда находится в настоящий момент. Это очень интересно. С другой стороны, мы видим, что нам, грубо говоря, на парцах, на языке четвертого класса, до пятого, или шестого, из таких представлений нам придется получить эту странную картинку. Но с другой могу сказать, что за чушь. Я говорю, что это не большая чушь, чем наблюдение через телескоп, через закрытое окно. Это не большая чушь, хочу я сказать, чем представление о том, что колебания, то есть волны, могут двигаться вакууми вне какой-то среды. Тем не менее, у нас это кажется сейчас банально, вакууми, вне какой-то среды, вне эфира движутся колебания, те же электромагнитные волны, какие-то другие волны. Это не большая чушь. Но откуда здесь возникают замечательные эффекты? Почему Балдачевская теория позволяет его предсказать? Потому что очень большой масштаб. По всей видимости, такие эффекты существуют, но мы их наблюдать не можем. В связи с тем, что вот эта реальная скорость вот этого взаимодействия, которого есть, на небольших расстояниях, и скорость света практически одна и та же. Мы локально наблюдаем. она очень маленькая. Нет этой картинки. Поэтому мы эту картинку рассмотреть не можем. Вот в этом состоит такая гипотеза. Мы видим, что при помощи Козырского излучения оно получается. Если мы всегда понимаем, как некоторые излучения, движущиеся с бесконечно большой скоростью, мы понимаем объекты, как все объекты, движущиеся во времени их, темпорально, то таким образом нам получается, что достаточно хорошо, спокойно, эффективно и на пальцах удается объяснить эту поразительную картинку Николая Козырева в эксперимент, которую до сих пор объяснить никому не удавалось, хотя эти эксперименты ставили сотнями и сотнями. Так ты хотел какую-то это подвести, что-то посчитать темпоральность? Сколько там это по времени? Я темпоральность посчитал. Не, по времени, ну форму напиши, сколько получается, там расстояние ты знаешь примерно до звезды? Ну вот у тебя, да, расстояние, вот у тебя расстояние, Т у тебя равняется я понимаю, а примерно Л на С я понимаю, ну Л-то сколько-то какие-то парсеках или как-то? Своей звезды какой угодно. А, я за... Ну, посчитать для одной звезды-то можно? Ну, это... Да, значит, про вот этот порядок да какой угодно. Значит, Козыревская, Козыревская, Лаврентьевская группа наблюдала Солнце, а с луча Солнца до Земли идет 8 минут. Ну, соответственно, можно посмотреть, что здесь скоро света, 8 минут можно посчитать точное расстояние и вообще взять его из справочников. Вот эта характерная Т, на которой я была, это 8 минут, плюс Солнце все наблюдаются точно из кови, то есть из кишечной палочки тоже наблюдаются. Это очень интересно. Мы видим, что с одной стороны у нас есть эксперимент, который нам удалось объяснить, с другой стороны объяснить его нам удалось, хотя это эксперимент Николая Козырева, совершенно на других способах и помощи совсем другой физики, которая используется на тех Козырева, на идее Александра. Ну вот все, в общем-то, вот такая вот решенная задачка, или нерешенная. Так а по поводу сахарастворения у нас возник вопрос. Это другие эксперименты, это другие эксперименты, не можно... ты мне скажешь, я подумаю. И сахар растворяется, крутильные весы крутятся. Да, крутильные весы меняются, меняются. Это тут-то при чем? Здесь самое интересное... Это другая группа эксперимента. Это другая, да. Здесь самое интересное то, что по классическому варианту мы видим Солнце на расстоянии L, потому, что оно там, на этом расстоянии, и скорость света вот доходит так. А здесь наоборот. Поскольку у нее такая это темпоральная светленность у нас, мы видим, на скорость света идет так, так долго. То есть скорость света в данном случае прекрасна к темпоральности объекта, а не к расстоянию. Думайте. Но причинно-следственная цепочка здесь разная. Думайте. Ну не знаю. Надо подумать над этим. Не знаю. Скорость света... Нет. Почему именно вот те 8 минут? Мы их же определяем через расстояние. Да. А должно быть независимо от расстояния. Должно быть. Почему? Нет, ну для того, чтобы вычислить скорость. Нет, в том-то и прикол состоит, что это... Нет. Вот здесь в чем мы с вами расходимся принципиально. И паральность объекта Солнца это то, что нам... Такая, какая она нам кажется. Такая, какая кажется. Такая, какая кажется. То есть скажем, такая, которую какую мы определяем в нашей системе координат. Да. А наша система координат она задает расстояние тоже. У нее есть что-то и расстояние, и... Не знаю. Я как раз считаю, что расстояние до этой самой штуки она фиксирована до звезды. Но вот это это положение задает нам темпоральную, собственно, систему. То есть расстояние внутри нее. Ну, нужно падать. То есть, как бы, крайние точки, это как будто... Крайние точки габаритов. Это точки габаритов. Это точки габаритов. И в связи с тем, что у тебя скорость взаимодействия этого Козыревского и скорость взаимодействия скорости света она у нас на таких больших расстояниях существенно задает существенно различные времена, миллионы лет отличающиеся, от 8 минут до миллиона лет, то таким образом мы наблюдаем вот такой яркий астрономический эффект, который проявляется в наблюдении пространства, с закрытой шторкой телескопа, и сканирование его не только в настоящем положении звезды, а не в кажущемся, то есть в ее прошлом, но в ее еще и в будущем. Для полного счастья нужно придумать какой-то эксперимент, который бы, исходя из сугубо барального представления, здесь какой-то подвинутый этот эксперимент, а вы должны придумать еще, чтобы какой-то эффект, чтобы он подтвердился. Ну это можно об этом подумать. Я вообще говоря, ну сейчас уже можно говорить о мистике. Олег Германович дружил с Козыревым, и он рассказал такую странную вещь, он был какой-то актер одновременно, всем интересовался подряд, вроде фамилии его было Строганов. И он все Козыревские эксперименты собрал в одну книжку. И начинали происходить всевозможные чудеса, допустим. Ну вы знаете, что когда Козырев это все собирался опубликовать, целиком, то все получилось с несчастьем, у него сына обвинили в том, что он убил другого человека в драке на жену. Потом он сам быстро замолел раком и умер, и потому что, и вот когда Строганов, значит... То есть инопланетяне не дремлют. Да, инопланетяне не дремлют. И эти... Пытался эту книжку опубликовать, происходили всякие вещи, то ломалась машина, то разбивались гранки. Но Козырева обвиняли в том, что эксперименты, проведенные им, дают эффект только потому, что у него есть некоторая экстрасенсорная сила, и вот у других не получается. Ну, там... Ну, я как раз говорил про тот эксперимент, который у них получается. Про совсем с хутильными весами я не знаю. Это его тоже об этом обменяли. Но вот об этом говорилось. Но с всеми с вами было так, что говорили, что без его участия ассистенты делали, все подтверждалось. Ну, да. Ну, разное было я. Читал эти воспоминания. Но про хутильные весы сегодня мы говорить не будем. Вот. То есть вот такая вещь. И даже когда последний раз пытались эту книжку издать, типа того, что положили ее в сервис, из сервиса взорвался. Все это, конечно, легенды и сказки, но вот это вот так. Ну, легенды и сказки можно объяснить так, что если написано о неких темпоральных вещах, о неких темпоральных сущностях, которые распределены в космическом масштабе, и когда их собираешь в тексте в одну книгу, то есть они соблюдают в себе в этой структуре некую сложность, которая влияет на мир. То есть это, в принципе, святые книги тоже. Ну вот, это святая книга настоящего мира, как говорят, находится в трех экземплярах, потому что она написана в виде уже сколько лет, двадцать или тридцать. Олег Георгиевич ее хранит в различных местах. Одна в Киеве, одна в Петербурге, еще где-то. И вот можно ему попытаться написать письмо и это дело увидеть. Ну, по крайней мере, у меня почему-то, несмотря на есть определенные рода пробелы, у меня такое ощущение, что вот это мое простое решение, основанное, с одной стороны, на экспериментах Козыря, с другой стороны, на идеях Александра, оно почему-то выглядит, кажется, верно. Тут можно... Во-первых, во-вторых смысле, нужно подумать, у меня были какие-то наработки и идеи по поводу квантовой механики. Стоит подумать, потому что здесь там многие эффекты, которые возникают в квантовой механике, они могут быть именно объяснены из-за нелокальности во времени. Потому что пока мы рассчитываем, делаем точку и рассчитываем, что вот в этой точке координаты находятся, а там действительно другой эффект. Здесь из-за расстояния, а там из-за, наоборот, маленьких расстояний тоже всплывают темпоральные эффекты. Ну, надо посмотреть. Я думаю, что не просто... Тот же цук, частица волна, она может быть не в пространстве, а во времени быть. Надо посмотреть. Надо посмотреть над этим. Я тоже, это же в первую очередь мне в глаза бросается. я об этом начинаю задумываться. Ну, нужно просто конкретное решение задачи. Так получилось, я про этот козырь эксперимента знал давно уже, достаточно лет уже. Желающие могут посмотреть у нас были, не посмотреть, а послушать. У нас были семинары по этому, посвящены год назад в аудиоформате. И мы вот это, значит, вещь... Ну, интересно, что буквально на пальцах, то есть представление, что у нас есть распределенный объект во времени, что он не сидит в одной точке, вот так распределенный, из передней и задней фон, позволяют очень спокойно, легко... Здесь, с федософской точки зрения, можно хорошо подумать на тему, что если у нас есть универсум, и наша система координат, это лишь способ конфигурирования его, то, по сути, наверное, все элементы универсума связаны непосредственно с другим другом. То есть, скажем, вот это чашка Петти, которая там, или крутильные весы, и звезда, они состоят из-за этих тех же процессов, из-за этих тех же событий элементарных. Но стоит нам выделить систему координат, они могут быть разнесены по концам Вселенной. То есть, ну, это баховский принцип, что все вот, все вместе, да. И когда мы выделяем некую систему координат, то эта звезда конфигурируется, если мы хотим увидеть звезду вот в этом месте, она конфигурируется миллионы километров. А крутильные весы здесь, но связь между ними все равно остается. И поэтому, а темпоральность объектов, она, значит, независима от системы координат. И поэтому, либо зависима, но, как бы, опять же, за счет, ну, как в теории относительности. Ну, это все, как бы, философия больше. Нас интересует просто физика. Вот, просто физика вот такая. А почему всплески-то на концах, в середине? Почему не есть какой-то цук вот прямо от концов вот так вот общий? Ты вот рисовал три всплеска. Потому что у тебя последимость дифференциальная личная 는щечка. Да, дифференциаль. То есть, переход. У тебя есть такой вот бугор, да? А ты будешь брать от него производную. Если ты будешь брать производную, то у тебя будет вот три всплеска. Понял? То есть, именно, ну, в тех моментах, где что-то меняется кардинально, переход идет. То есть, действует не потенциал, а дифференциал. Да, у тебя вот такая вот эта штука, да? У тебя где будет? Вот здесь будет всплеск, ты будешь его демонстрировать. И здесь будет центр плеск. То есть мерится изменение, максимум, ну, ускорение мерится. А там если я скажу что-то такое, допустим, прямое, то у тебя это, ну что. Вы сами говорили, что скорость одинаковая. Какое ускорение там мерится? Да нет. Не ускорение движения, а, ну... Производное от чего мерится? Производное от изменения, но от чего. Мерится некая амплитуда, я так понимаю, правильно? Да, какая-то амплитуда мерится, да. Она какая-то амплитуда мерится. Амплитуда чего? Да, попробую нарисовать, чтобы понятно было. Вот если у нас брусок движется, да, то есть вот в этом месте, в этом месте будет всплеск, когда он входит куда-то, да? Ну, допустим, он вошел в воду, входит, будет всплеск. Выходит, там тоже будет всплеск, вот здесь. А здесь центр массы, ну, условный центр. То есть тоже будет какое-то воздействие. Ну, может быть, не обязательно такое, может быть, вот такой формы, вот такой формы быть, вот. Вот он такой. Ну, да, 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 будет. Вот у тебя будет здесь большой всплеск, здесь бульк, либо здесь бульк будет. Ну, тогда правильно нарисовать вот так вот. Нарисовать, что у нас цук вот такой вот. Ну, да, да. Не правильно. То есть у нас будет бульк здесь, а здесь есть. Я к чему это говорю? Один ли это объект, или все-таки это три положения объекта? Нет, один объект. И именно в том, что в будущем показывает, где его еще нет. Это говорит о том, что он распределен во времени. Это как раз то, что мы говорили, это темпоральная система, она в будущем. Если бы это было несколько объектов, он все равно в прошлом был бы. Да. И я забыл, наверное, сказать, и так и должно быть, что пять звезд меришь, у четырех таких есть, а у одной нет. И там не всех объектов. По всей видимости, она просто, вот эта гипотеза асимметричности этого нового пакета для него не соблюдается. Может, она просто умрет по дороге. За эти миллионы лет пока шел свет, она возьмет или умрет. И она для этого места не дойдет. То есть вот так. Поэтому у тебя почти всегда это так, но бывают исключения. Поэтому для четырех это так, а для пятых это может быть не так. Там есть еще ручка. Козырев тоже отмечал. Там есть разница между... Это одиночная звезда и двойная звезда. Есть ли какие-то рядом еще массы. И поэтому дополнительные какие-то, вот скажем, двойная звезда, это дополнительная темпоральность, и она уходит настолько, что он ее, может, не замерил. Ну, тоже вполне возможно. Там у него были какие-то эффекты, что вот от двойных звезд был такой-то эффект, от двинарных такой-то эффект. Потом он заменил какую-то звезду, получил эффект от двойной, потом подтвердил, что она оказалась действительно двойной. Это я не читал, к сожалению. Я не стал читать с этим у него где-то. Кто-то упоминал. Ну, вполне возможно, что так. То есть просто на том месте, где должны были рассчитывать для одинарной, нужно посчитать для двойной в другом месте. Вполне возможно. Вполне возможно. Она, может быть, это не вполне звезда была, я тоже об этом хотел. Да, Акфобак не вполне звезда. Она может быть была системой какой-то, видимой единицей какой-то более сложной системы, которая как-то называлась... Ну, да, да, да. В том, где могут рядом находиться какой-нибудь очень массивный, сверхмассивный, низко светящийся объект, который сейчас принято почему-то называть черным дыром, без какой стати хотя бы. Ну, вот так. Вот так. Ну, вот это вот то, что я сегодня хотел об этом сказать. А черная дыра – это чисто темпоральный объект? Нет, черной дыры вообще нет. Я вот многократно говорил, что черная дыра – это казус общей теории относительности Эйнштейна. Сам Эйнштейн говорил, что его теория не верна, потому что там есть черная дыра, есть точка симуляризма. Это ее образование... У Лагунова, кстати, черного дыр нет? У него нет. Это один из многочисленных косяков общей теории относительности Эйнштейна. Один из там, из десяток. То, что под это дело выдали финансирование, народ начал ваять, ваять, трудиться. То есть ты решил развенчивать Эйнштейна? Нет, я Эйнштейна не собираюсь развенчивать. Когда у тебя есть некое взаимодействие, если мы согласимся, что оно есть, и оно движется с очень большой скоростью, бесконечной, то это означает, что Эйнштейна... Так оно потому что может быть связано с временем. Знаешь, как время... Эйнштейна скринт, так сказать, специально первой относительности, неверно. Еще есть, еще и такой же эффект есть. Меряется у нас генератор случайных чисел по компьютеру по всему миру. Знаешь, этот эффект? Нет, а что там? А там, значит, по всему миру разбросаны компы, в которых включены генератор случайных чисел, и отмечаются. И удалось засечь какие-то события, во-первых, всплески на Солнце, за сам всплеск и после всплеска. Они меняются все одинаково, да? Да, и все компьютеры во всем мире одинаковые всплески. И какие-то катастрофические события, типа там глобального тайфуна какого-нибудь. Кажется, даже 11 сентября они засекли за... То есть всплеск был до, в сад и после. Надо посмотреть. Поэтому нужно посмотреть... Я... Почему? А откуда тогда всплески издает после? Тут у нас все понятно. У нас вот эти самые... Самые темпоральные... А тоже темпоральные... 20 минут от Солнца обозначают. А здесь... А здесь они не это что-то, они меряют что-то другое. Нет, они также меряют темпоральный объект, который произойдет, да? То есть само событие происходит когда, и до и после, это именно те его габариты, которые еще не наступили. Мы же хронально по центру меряем. Как и здесь, хронально по центру. Ну это понятно. Я через скорость света задаю размеры этого... А там, поскольку это... Ну, там нужно посмотреть, как... Там не важно, наверное, скорость света. Ну не знаю. Но тоже вот есть два всплеска. Тут до и после, и два после. И как на всплесок на Солнце так же. Получается эффект до, можно прогнозировать, потом самый большой всплеск и после. Ну тоже надо. Надо просто посмотреть. То есть на Солнце всплески тоже темпоральный имеет? Нет, но... Ну любое событие. Да. То есть, в принципе... Уникальное событие. Нет, в любом случае, скажем так, любой объект только темпоральный. То есть, когда мы говорим в объекте, то есть если он отличен от элементарного события, универсума, да, то есть множество. Это есть вот некое множество. А как мы на него будем смотреть, то есть он и стол темпоральный. Он для нас пространственен, только потому, что наш темпоральный шире его. И он влазит, и мы его увидим в пространстве. Но с точки зрения, скажем, элементарной частицы, он темпоральный. То есть любой объект. А вот как множество, счетное множество событий, он темпоральный. А вот как он нам будет представлен, это уже другой вопрос. В какой системе координации? Может быть, либо феномен, либо новое, либо темпоральное, либо пространственное. Нам дано. Субтитры создавал DimaTorzok